Клинические рекомендации Для их регистрации в Минздраве И для того, чтобы можно было потом подать еще и на КСГ эти же рекомендации Итак, профилактика и лечение мукозитов Я не буду рассказывать про сами мукозиты Я просто расскажу о наших предложениях Вот, я представляю большую достаточно группу наших соавторов И благодарю, на самом деле Люди очень активно работали, участвовали Мы благодарим всех Итак, мы даем в первом же разделе определение Что такое мукозиты и стоматиты Основные определения, естественно Рассказываем об этиологии и патогенезе В развитии мукозитов О различных стадиях их развития Оговариваем причины возникновения мукозитов На самом деле с этим осложнением сталкиваются не все При лечении не очень большого количества пациентов В основном это определенная категория пациентов В основном это, естественно, пациенты Которые получают лечение лучевое, химио-лучевое По поводу опухолей головы и шеи Практически все Пациенты, которые получают Высокодозную химиотерапию Трансплантации костного мозга Химиотерапия Дотстокселом Пятстокселом И другими Но потенциально применение любого Цитостатика, нужно об этом помнить Может привести к возникновению данного осложнения Общие риски Развития мукозитов Это зависящие от самого пациента И от лечения, которое мы ему предлагаем Мы также рассказываем об этом И описываем клиническую картину Возникновения этих мукозитов Чтобы мы понимали, с чем мы имеем дело Эта клиническая картина характеризуется Тремя Нами предложено три классификации Существующие на сегодняшний день Это CTC версия 5 Возовская И РТОГ Они немножко схожи Практически говорят о одном и том же Но для того, чтобы принять решение При развитии мукозита Нам необходимо ориентироваться Именно на степень развития этих осложнений Далее мы рассказываем о тех диагностических мероприятиях Которые необходимо выполнить до начала лечения Либо во время лечения Либо во время уже развития данных осложнений Лабораторные инструментальные диагностические исследования Рассказываем об основных принципах профилактики Мукозитов профилактика Это основное в лечении наших пациентов Для того, чтобы не останавливать основное противоопухолевое лечение Лучше профилактировать естественные осложнения Итак, международные ассоциации поддерживающей терапии в онкологии Приняты четыре, предложенные четыре позиции Это разработка мультидисциплинарных рекомендаций По уходу за полостью рта Что мы сделали Ознакомление среднего медицинского персонала С этими рекомендациями Обязательно И адекватное обезболивание Необходима регулярная оценка боли самим больным При помощи шкалы оценки боли О чем рассказывала в том числе Лали Михайловна Ну и естественно регулярный осмотр пациента И тщательный осмотр жалоб Есть еще одна тонкость Пациенты, получающие химию-лучевую терапию Как бы находятся в руках у двух врачей Как правило, у онколога и радиолога Радиотерапевта Поэтому оба доктора должны быть осведомлены О состоянии своего пациента Далее мы рассказываем о принципах лечения мукозитов полости рта То есть в первую очередь мы должны принять решение Об остановке лечения, либо о продолжении И вот для этого мы оцениваем степень токсичности И дальше разрабатываем рекомендации По лечению этих осложнений Ну рассказываем пациенткам Пациентам об этом мы написали в рекомендациях Все это описано, что нужно делать Лекарственное лечение, терапевтические всевозможные мероприятия Акцентируем на том, что внимание Что пациенты должны получать профессиональный уход За полостью рта стоматолога-гигиениста Не реже раза в неделю до завершения лучевой терапии В нашем учреждении есть, например, стоматологи Вот это, наверное, не очень Такая позиция Не очень сильно заставишь пациента ходить к стоматологу Но по большому счету это очень нужно Дальше мы рассказываем о тех полосканиях Которые необходимо пациенту выполнять Смотрите, акцентируется внимание на том, что Сукроальфат не рекомендован для лечения стоматита Вызванного лучевой терапией И антидепрессант с безболивающими средствами Предлагается для применения докципин И клонитлоуреитат Букальная таблетка, которая снижает активацию И снижает последующую активацию Провоспалительных цитокинов Это лекарственная терапия Которая предлагается для лечения пациентов Также описываем лечение мукозитов Принципы лечения мукозитов Желудочно-кишечного тракта В данном случае, например, клизвы Сукроальфатантом помогают При лечении хронического лучевого проктита Рассказываем про правила приема пищи И также назначение антибактериальной терапии Также полифермен – рекомендантный фактор Роста кератоцитов человека Способствующий пролиферации И восстановлению эпителиальных клеток Слизистых оболочек полости рта И желудочно-кишечного тракта На сегодняшний день он дорогой Но единственный препарат, одобренный FDA Для профилактики орального мукозита На сегодняшний день И доскетит – регулятор врожденной защиты Который связывается с белком P62 И способен модулировать врожденный иммунный ответ Дальше GC4419 – низкомолекулярная молекула На основе марганца Которая имитирует активность ферментов Супероксид дисмутазы Бензидамин – противовоспалительный препарат Который ингибирует провоспалительные цитокины Входит в рекомендации МАК И пилокарпиногидрохлорид Это средство, которое действует главным образом Как мускариновый агонист Вызывая фармакологическую стимуляцию Накрыных желез у человека Что приводит к увеличению слюноотделения Что очень важно у наших пациентов Я эти препараты называю Потому что они достаточно дорогие И отнюдь не входят в рутинную практику Далее мы рассказываем о принципах противоболевой терапии И даем ссылку на Именно на раздел О противоболевой терапии О которой Лали Михайловна рассказывала Мукозиты Также являются одним из осложнений Иммунопосредовательных И нежелательных явлений Я думаю, что Светлана Анатольевна далее выступает Она тоже расскажет об этом И там мы тоже даем ссылку На рекомендациях По иммунопосредованным явлениям Диагностику и лечение колитов Также даем ссылку На рекомендации по управлению Нежелательными явлениями На сайте Росанковеб Есть раздел по реабилитации Куда входит Низкоинтенсивная лазеротерапия Низкоинтенсивная Возникшая на фоне химиотерапии Для профилактики и для лечения И подготовка спейсеров Или прокладок Для предотвращения Сирозом указита полости рта Дальше расписываются Всевозможные процедуры И питание Которое необходимо Соблюдать нашим пациентам Лечебное питание Рассказываю о принципах Установки назогастрального Зонта или гастростомы Особенностях зондового питания Парентерального питания Которое необходимо Обеспечить пациентам При необходимости Профилактики Не рекомендуется Применение хлоргексидина Для полоскания ротовой полости Обратите, пожалуйста, внимание Целый раздел у нас большой По профилактике И последняя графа У нас идет Критерии качества Оказания медицинской помощи Я проговорю их, видимо Потому что по большому счету С 2022 года Если нам удастся включить Клинические рекомендации Они будут обязательными А с 2022 года По клиническим рекомендациям По тем критериям Которые расположены В конце каждого раздела Нас с вами и будут оценивать Даны рекомендации По уходу за полостью рта Пациенту Перед проведением Химию или лучевой терапии Даны рекомендации Да, нет Дальше уже эксперт отвечает Даны рекомендации По лечению При развитии явления мукозита Даны рекомендации По адекватному обезболиванию При развитии пациента Выраженного болевого синдрома Проведена консультация Альголога При развитии болевого синдрома Выполнен посев кала У пациента При учащении кратности стула Даны рекомендации По алгоритму действия пациента При выписке из стационара В случае развития мукозита Дома И даны рекомендации По питанию При возникновении мукозита Мы даем также список Литературы На которых мы опирались В написании данных рекомендаций И позвольте предложить Вам единственный вопрос Для голосования Считаете ли вы данный проект Клинических рекомендаций Необходимым Для утверждения И внедрения в клиническую практику Всего два ответа Да или нет 89 респондентов Ответило «да» Продолжение следует...